Оказались никому не нужными. В Армении наблюдается массовый отток карабахских армян. Многие из них уезжают на заработки в другие страны. Лица, добровольно покинувшие карабахский регион Азербайджана, судя по всему, уже сильно пожалели об этом решении. На исторической родине их встретили, мягко говоря, неприветливо. Соплеменники относятся к ним как к людям второго сорта, а не подвергаются травле и издевательствам со стороны своих соотечественников. Наши власти для нас никогда ничего стоящего не делали. Они уже накопили миллиарды и живут в свое удовольствие. А в каком состоянии простые люди? Хотя бы задумайтесь над этим. У меня пятеро детей и 19 внуков. Хоть кто-нибудь попытается мне помочь? Пусть эти богачи отдадут свои дома нам, бедным людям. Никто из властных структур о нас не думает. Всех их нужно перестрелять. Пенсии карабахским армянам, которые руководство Армении обещало выплатить в этом месяце, будут предоставлены только в январе. Саму процедуру регистрации бывших жителей Карабаха называют унизительной. Они вынуждены целыми днями отстаивать в очередях, паспортно-визовых отделениях, при этом выслушивая неуважительные высказывания в свой адрес. Кроме того, под разными предлогами карабахским армянам отказывают в достойной работе. Нам прекрасно известно, что 30 высокопоставленных чиновников грабили фонд Карабаха и накопили миллиарды. Грабежом занимались не только они, но и все их родные и близкие. Требую, чтобы правоохранительные органы Армении изучили дела этих людей. За свои преступления они должны ответить перед законом. На днях в Министерстве труда и социальных вопросов Армении была представлена одна из программ поддержки жилищного обеспечения лиц, покинувших Карабахский регион Азербайджана. Власти Армении планируют построить индивидуальные жилые дома, но только в приграничных сельских населенных пунктах. Там карабахские армяне жить не желают. Все лица, которые долгие годы управляли Карабахом, то есть грабили его, сегодня преспокойно живут в Ереване и ни в чем себе не отказывая. У них здесь есть рестораны, отели, процветающий бизнес. В центре города они построили несколько высоток. Мы просили разрешить некоторым карабахцам временно пожить в этих домах. И что вы думаете, нам ответили. Нам сказали, что все квартиры продаются. То есть пока мы тут слоняемся по улицам, они шикуют за счет награбленных денег. Недовольство карабахских армян вызвали также последние поправки в закон о военной службе и статусе военнослужащих. Так называемые герои ныне самораспущенного режима в Карабахе не будут получать специальных выплат или пенсии от правительства Армении. Это решение разочаровало людей, годами принимавших участие в вооруженных провокациях против Азербайджана. Сражались абсолютно ни за что, заявили они на митинги в Ереване. Ордена остались, но людям не дают наградных доплат. Не исключено, что кто-то пытается обесценить звания героев, показать бессмысленность их поступков. То есть получается, что 30-летний труд этих людей был напрасен. А ведь многих из этих людей сегодня уже нет. Они умерли. С особой неприязнью карабахским армянам относятся жители Еревана. Среди причин такой открытой нелюбви жителей армянской столицы к приезжим сородичам называется в том числе деятельность бывших президентов Армении, представителей так называемого карабахского клана Роберта Качаряна и Сержа Сарксяна. Коррумпированный режим оставил о себе не самые лучшие воспоминания. И вот теперь плоды их деятельности пожинают карабахские армяне, вернувшиеся к себе домой. «Если я где-нибудь тут увижу карабахцев, им не поздоровится. Нагло приехали сюда. В их крокодиловые слёзы никогда не поверю. Мы разве обязаны вам как-то помогать? Мы вас содержать не должны. Ведут себя как женщины лёгкого поведения, притворяются жертвами. Давайте сделаем всё для того, чтобы они ушли отсюда. Пускай приносят извинения нам за то, что побеспокоили нас». Армяне, напомним, покинули карабахский регион Азербайджана по собственному желанию. Баку неоднократно заявляла о готовности создать для армянских жителей Карабаха все условия для жизни. Азербайджан полон решимости реинтегрировать армянских жителей в качестве равноправных граждан. Страна подтвердила планы привлечь карабахских армян к работе в местных муниципалитетах. А в культурной сфере Баку гарантирует армянским жителям право на сохранение и развитие культуры, языка, свободу вероисповедания.